Традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в нашем городе. В отдел соцзащиты люди несут детские вещи, как летнюю, так и зимнюю одежду. Все подробности в нашем следующем сюжете. Обувь, верхняя одежда, детские подростковые курточки и многое другое. Эта маленькая комната заставлена всевозможными коробками и пакетами с вещами. Отдел социальной защиты населения подобные акции проводит уже пятый год. Здесь принимают вещи для тех, кто в них нуждается. И хоть отдельного кабинета для хранения одежды нет, сотрудники соцзащиты готовы принимать такую помощь от жителей. А потом, в свою очередь, оказывать поддержку детям из неблагополучных и малобеспеченных семей. Люди приносят всякое. Мы ни от чего не отказываемся. То есть мы милости просим всем, кто если будет приносить нам вещи в нашем городе, начиная от маленьких и до больших, мы все это берем. Есть у нас вот такие именно распашонки, всякие наволочки, всякие пеленки. Для грудников даже есть, приносят. Вот буквально 15 июля одна гражданка, вот с нашего здесь округа проживает, родила ребеночка и оказалась в очень тяжелом материальном положении. То есть ее сожители, так сказать, забрали служить в армию, и она осталась без средств существования. Значит, мы тоже, вот узнав об этом, то есть опека нам сообщила, мы целый баул нагрузили, отнесли. То есть сейчас ребенок, в принципе, одет. Сердобольные горожане приносят вещи как на подростков, так и еще на совсем маленьких детей. Пеленки и распашонки тоже есть в наличии. Кто-то не пожалел своих игрушек, чтобы порадовать чужих детей. Есть в наличии даже инвалидная коляска. Так что эту акцию даже не назовешь, помоги собраться в школу. Скорее поможем, чем сможем. Вещи, мы, я говорю, работаем, это то, что БУ. Но в основном БУ обувь, БУ вещи. Но вещи, в принципе, именно для школы, там нет у нас таких каких-то белых блузок для девочек, или костюмов, такого нет. Но есть нормальные вещи, то есть есть верхняя одежда, более-менее хорошая, такая приличная. То есть там куртки, есть джинсовые наборы, у нас очень много джинсов, в принципе, по выбору. Для более-поменьше, там колготки, обувь различная есть. То есть подобрать можно. То есть те люди, которые к нам обращаются, мы подбираем. Принесенные вещи в отделе соцзащиты сначала сортируют и только после этого отдают детям, которые в них нуждаются. А таких в округе немало. Только ребят из малобеспеченных семей насчитывается свыше 600 человек. Мы были на обследовании, на Путятин ездили, приглашали оттуда семьи. Одна семья приехала, то есть мама приехала с двумя детьми, а дело и одного, и второго. Плюс мы с собой дали. Также мы где-то килограмм 30 набрали вещей, возрасте от 6 до 14 лет. Переправили тоже на Путятин. Мы договорились с Людмилой Михайловной, полуваяркиной. И она там уже через своих работников, они распределяли эту помощь. Также мы вывозим, можно сказать, постоянно вывозим это в сердце. То есть невостребованные вещи, которые у нас пролежали здесь 3-4 месяца, если люди не берут, мы это все собираем и увозим в сердце. Еще у нас наработки. Мы планируем связаться с Большим Камнем, с детским домом. То есть туда еще хотим вывезти. Сейчас мы набираем такие вещи. То есть до осени подождем, если не будут востребованы нашими жителями нашего города. Мы отвезем Большой Камень. Акция «Помоги собраться в школу» продлится до конца лета. А с началом учебного года будут подведены ее итоги. Так что все, кто еще желает помочь детям из малобеспеченных семей, поспешите. Вещи и канцелярские товары принимают по адресу улица Центральная 2, кабинет 103. А все, кто нуждается в помощи, могут прийти и выбрать здесь все необходимое для своих детей.